Денис Байгужин. Охота на миллионера. Введение. Дорогая байгужанка, эта книга для тебя. Эта книга — твоя возможность стать богаче. Используй ее. Я уверен, что каждая способна сдвинуться с места уже сегодня. Если у тебя недостаточно денег, и ты думаешь, что порочный круг бедности никогда не разорвать. Сложность в том, что большинство людей концентрируются на второстепенных вещах, игнорируя главное. Хотят стать богатыми, а тратят время на работу, которая позволяет покрыть платежи по кредитам и поесть. Наблюдая за москвичами, они втягиваются в повседневную рутину, невероятно важную для них, дабы заработать на жизнь вместо того, чтобы сосредоточиться на новом, действительно важном деле. Чтение этой книги — это одно из таких дел, которое научит исполнять мечты. Я тоже раньше думал, что бедность — это порочный круг, из которого никогда не выбраться, пока один богатый человек не сказал, «У тебя будет изобилие денег». Сначала я ему не поверил, но сейчас я могу позволить себе все, что хочу. Я путешествую раз в два месяца, питаюсь в дорогих ресторанах, живу в собственном загородном доме и передвигаюсь на BMW X6. Мой личный доход на данный момент составляет 5 миллионов рублей в месяц. Теперь я — тот человек, кто благословил тебя на богатство. Я разрешаю тебе стать королевой уже сегодня. Но для того, чтобы прорыв случился, ты должна сразу выполнять все рекомендации, изложенные в этой книге. Не воспринимай книгу как очередной способ структурировать время. Она не сказка на ночь, а портал в новое будущее. Читай строго в таком порядке, в каком она написана. Фиксируй важные для себя мысли в блокнот, подчеркивай их карандашом, делай то, что помогает тебе быстрее запомнить материал. Если ты уже богатая королева, я тебя поздравляю. Сейчас ты читаешь мою книгу, а я в это время строю империю. Возможно, ты проходила мои тренинги. Успешно работает дом Байгужина, где живут байгужанки. Ежедневно оттачивают мастерство обольщения. Вскоре ты будешь обедать в моих ресторанах, покупать у меня путешествия, ходить в мои салоны красоты, надевать модные платья, сексуальное нижнее белье и туфли из моих бутиков, пользоваться духами из моей авторской коллекции. Вскоре ты будешь покупать все только у меня. Я призываю тебя стать частью мощной империи. Действуй. Приглашай своего мужчину к сотрудничеству со мной. Смело высказывай свои пожелания и мысли. Одна твоя маленькая идея способна ускорить тот срок, за который я приду к мировому господству. Хочу, чтобы вы не терялись и подключались к моей команде. Я открыт для общения. У меня есть деньги, чтобы инвестировать в интересные проекты. Мне нужны талантливые сотрудники и подрядчики. Если вам есть что предложить мне, свяжитесь со мной. Ваш Денис Байгужин Двери лаунж-кафе Двери лаунж-кафе распахнулись. Их заботливо открыл швейцар, который стоял около входа и терпеливо ждал, когда зайду я в блестящем коротеньком платье от Ив Сен-Лоран. Мы вчера его с подружкой купили в ЦУМе. Боже, как же было весело его выбирать. Не обошлось и без аксессуаров. Мне подобрали сумочку, которая подчеркивает легкость и изящество образа. Эти чудесные черные босоножки на шпильке. Еще и сережки с сапфирами, которые подарил мне мужчина. Я шла летящей походкой, и мой мужчина, шикарный, невероятный, в восхищении даже встал из-за стола. Он смотрел на меня с обожанием, а я гордо шла к нему навстречу в предвкушении самого важного вечера в моей жизни. Нежное касание руки, легкое объятие «ну как ты?» восхищенные взгляды из-за соседних столиков. Раздался звонок в дверь. Моя мама пришла с работы. «Алина, опять полная раковина посуды? Ну сколько можно? Я мою эту чертову посуду тоннами на работе. Неужели я и дома должна быть посудомойкой? Сколько можно? Ты бесконечно витаешь в облаках. Опять Наташка дала тебе эти журналы. Да будь они прокляты! Неужели ты не понимаешь, что это все не про тебя? Это ее папочка-хапуга. Может, ей платье горстями из-за границы возить. Вон, кстати, красится твоя Наташка, как шалава. Еще ты начни. Ненавижу! Мама раздраженно загремела посудой, посылая проклятие на головы всех мужчин в этой вселенной. Лучше молчать, быстрее утихнет. Боже, как же мне хотелось сбежать за три девять земель из этого дурдома. Боженька, дай мне сил закончить одиннадцатый класс. Я поступлю сама, без денег, куда-нибудь. Ну и что, что у меня тройки? Я уеду, наконец-то, из этого душного и захламленного туристами города в Москву. Я знала, что так надо. Бежать изо всех сил, а там будь что будет. В процессе разберусь. А сейчас нужно срочно что-то решить. Я не хочу здесь жить. На летней веранде На летней веранде ресторана уютно. Плетеные кресла в деревенском стиле, клетчатые скатерти, итальянские вазы с натуральными букетами роз на каждом столе. По углам веранды располагались пышные навесные клумбы с цветами. Это романтическое место выбрали для встречи мужчина и женщина. Мужчине на вид было около сорока. Костюм с иголочки, белая сорочка, галстук, начищенные туфли. Он увлеченно беседовал со своей спутницей. Красивое, в белом трикотажном платье. Девушка иногда поправляла волосы и задумчиво слушала его. Непонятно, были ли знакомы они ранее. Но то, что для нее этот разговор был очень важен, было заметно сразу. Она смотрела, почти не отрываясь в его невероятно добрые глаза. «Я рос в деревне, в очень простой и бедной семье», — негромко сказал мужчина. «Мы не голодали, но одежду я всегда донашивал за своими старшими двоюродными братьями. В то время я не думал об успехе и богатстве, которые сопутствуют мне сейчас. Я был обычным деревенским парнем с тривиальными интересами. Учился в школе, помогал родителям по хозяйству, играл в футбол. Но однажды произошел случай, который поменял все. Он задумался на минутку, будто пытаясь вспомнить череду прошлых событий, и продолжил свой рассказ. «Помню, я возвращался из школы. Я тогда учился в восьмом классе. Передо мной остановился автомобиль, какая-то дорогая иномарка. Я в них тогда не разбирался, но такие я видел в кино. Автомобиль ярко-красного цвета. Из него вышел мужчина и поманил меня пальцем. Я тогда, конечно, очень испугался. Думал, что он будет просить принести ему водку. Такое обычно проделывали с нами старшеклассники. Ловили нас на улице и заставляли притаскивать им водку. Я подошел к нему, испуганный, растерянный. А он внезапно задал мне вопрос. «Парень, ты бы хотел прожить счастливую и богатую жизнь миллионера?» Скажу откровенно, я пешил и вообще не понимал, что происходит, потому что его галстук, начищенные туфли и пиджак просто свели меня с ума. Я был как под гипнозом. Он повторил свой вопрос. «Мечтаешь ли ты о богатой жизни?» Я закивал от страха, хотя никогда раньше об этом не мечтал. Он сказал, что все это возможно, если выполню несколько его условий. Мужчина замолчал. Девушка внимательно смотрела на него и ждала продолжения. «Тебе это может показаться странным», – продолжил мужчина. «Но дай мне обещание всегда ходить в костюме, где бы ты ни был. Костюм, рубашка, галстук, туфли. И еще прочитай книгу «Думай и богатей» Наполеона Хилла. И «Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. Я, естественно, все это ему пообещал. Затем он похлопал меня по плечу, сверкнул белозубой улыбкой, сел в свою дорогую машину и уехал. Больше я его никогда не видел. Я не знаю, что за человека я встретил. Мне кажется, это был ангел. Во всяком случае, я вспоминаю о нем как об ангеле. Но потом был еще один. «Кто? Ангел?» – удивилась девушка. «Ты же сказал, что видел ангела лишь однажды». «Это информация для избранных. Давай все-таки пообедаем, и я все расскажу тебе», – пообещал мужчина. «Конец моим мечтам». «Мамочка, помоги мне еще разок. Пожалуйста!» «Мне всего лишь нужны деньги на билеты. Или немного на еду и на поезд. Я поступлю, мама! Тебе никогда больше не придется кричать на меня. Ты будешь мной гордиться». «Ничего страшного, дочь. Пойдешь работать, как и все». Мама устала, села на краешек кровати, рядом со мной. Я любила и ненавидела ее одновременно. Ненавидела за ее бессилие. За то, что ее кафе, где она работала посудомойкой, закрылась. За то, что, проболев месяц гриппом, она не смогла устроиться на новую работу. За то, что нам уже месяц почти нечего было есть. Мамочка моя, некрасивая, в старом домашнем халате, с нелепым пучком грязных волос на голове. Любимая, как же ты намучилась! Я встала, вытащила из-под кровати журналы моей подруги Наташи, сложила их в пакет и направилась к двери. «Алина, ты куда, дочка?» Взволнованно спросила мама. Я сообщила, что скоро вернусь. Похоже, пора было взрослеть. Июнь, теплый сочинский июнь, что же мне делать? Я решила зайти домой к Наташе. Долго звонила в дверь, никто не открывал. «Наташа, ты дома?» Взволнованно крикнула я, стуча в дверь. «Тебе чего?» Донесся незнакомый грубый женский голос. «Наталья нет дома». «Это я, Алина, ее подруга. А когда будет?» «Понятия не имею», — сердито ответил голос. «А вы кто?» «Вы думаете, я разговаривать с вами буду? Я сказала, что Наталье нет. Разговор окончен». Послышался звук, закрывающийся внутренней двери. «Подождите, я ей хотела вернуть журналы». В подъезде элитной многоэтажки раздавалось эхо. Бетонные стены, словно осколки зеркал, умножали звук и рассыпали его по всей площади помещения. Я представила быт жителей этих квартир. Тяжелые двери оберегали обеспеченных семей от краш и взломов, от ненужного шума и суеты, словно древние статуи, хранители покоя. У кого-то день рождения. Играла музыка, раздавался смех, хлопки и звонкий топот детских ног. Где-то страстно занимались любовью. Кто-то пришел с переговоров и стаскивал с себя пиджак, галстук и рубашку, словно освобождаясь от оков. Хранители покоя запрещали мне взглянуть на чужую жизнь. А с воображением у меня, как известно, все было в порядке. Я спускалась по лестнице пешком, несмотря на то, что есть лифт, смакуя отголоски идеальной жизни, которые пробегали вокруг меня. Уверена, есть жизни лучше моей, и я не одна. Обязательно поймаю свою птицу счастья. С этими мыслями я бежала по лестнице и представляла, как вращалась кинолента ярких событий. Выйдя из подъезда, я вытерла слезы. Казалось, на меня оглядывались все бабушки и намеревались спросить, чем помочь, как будто им есть до меня дело. В реальности люди настолько заняты собой, что вмешиваться в чужие проблемы им неинтересно. Мне были срочно нужны внимание и поддержка. Наташа нет дома, мама ворчит. Незнакомый пожилой мужчина выслушал и дал горсть конфет. Он сказал, что я молода, и у меня вся жизнь впереди, а значит, плакать глупо. «И чего это я ною?» — подумала я. При исполненной решимости я поспешила на рынок. «Мне нужна работа!» — смело произнесла я, серьезным голосом, тетеньке за овощным прилавком. «Радуйся, что сезон, деточка. Туристы нас голодными не оставят», — сказала полная черноволосая женщина, похожая на цыганку, в длинной юбке и фартуке. Мы обсудили все подробности. И, о чудо, на следующий день у меня была работа. Журналы я отдала Наташиной маме вечером, как вернулась с рынка. Мама любимой подруги была расстроена и грустна. Ее вид сигнализировал о том, что произошла трагедия. Как призналась женщина, Наташи не было уже второй день. Ее отец погиб, и, не справившись с этим трагичным известием, дочь убежала из дома. Уже третий день не появлялась. Заходила незнакомая женщина, забрала вещи Наташи и оставила ее ключи. «Как же ты меня бесишь! Что тебе, овца, вообще от меня надо? Больше ко мне не подходи и к моей маме не лезь, поняла?» Мое лицо покраснело от обиды. Такой комментарий к моей фотографии в социальной сети ВКонтакте появился утром от хорошей, веселой подруги Наташи. С мыслями о том, что в этих записях есть подвох, я набрала ее номер. На том конце провода раздался знакомый голос. Но вместо дружелюбного «Привет» я услышала «Больше не звони сюда!» «Наташа, что с тобой?» Я не успела договорить. Раздались короткие гудки, и связь оборвалась. Позвонила по этому номеру снова, но ответа не было. Вероятно, Наташа беседовала со своей мамой обо мне. Этим и была обусловлена такая реакция. Когда я встретилась с Наташиной мамой, та пыталась объяснить случившееся. Я оскорблена поведением дочери. Этот поступок обнажил все неуважение, которое она питала ко мне. Она улетела в Москву и отказалась от высшего образования. Отказалась поступать в университет, место, в котором я с таким трудом выбила для нее. Кому достанутся мои исследования? Кому я передам кафедру? Ради чего я потратила столько своих дней на карьеру ученого? Ради того, чтобы моя дочь плюнула на меня и бросила в трудную минуту? Более инфантильного поступка я и не ожидала. Отсутствие близкой подруги, с которой я общалась почти каждый день, изменило уклад моей жизни. Мы больше не трещали часами по телефону, мы не гуляли после занятий. Зато я погрузилась в работу и учебу, что пошло мне на пользу. Во время учебы я пристально смотрела на часы, чтобы после окончания последнего урока поспешить на рынок. Иногда я отпрашивалась у педагогов с последних уроков. В некоторых случаях без предупреждения уходила. Продажи меня увлекли. Заинтересовала работа сразу на практике, без скучной теории и подготовки. Так я узнала, что значит быть в продажах на пятерку, что каждый новый покупатель — это одна ступенька для поездки в столицу. Именно покупатели, а не школьные отметки. Из каждого нового успеха складывалась большая и незримая мечта, вырисовывалась дорога к ней. Не так важна успеваемость в школе или навыки в продажах, как важен эмоциональный посыл, с которым ты действуешь. Если все действия зависят от состояния разума, то мой разум находился в состоянии тотальной решимости. Я умудрялась готовиться к школьным экзаменам, до которых оставалось всего три недели, работая на рынке. Когда покупателей не было, брала конспекты и повторяла, решала в тетради математические задачи, учила наизусть содержание русского орфографического словаря. Как-то раз, возвращаясь с работы, я встретила маму своей бывшей подруги. Было гадко и любопытно одновременно. Я попыталась сделать вид, что не заметила ее и хотела пройти мимо. Однако Надежда Георгиевна первая поздоровалась и поинтересовалась моими успехами в учебе. На вопрос «Как дела с Наташей?» ответила, что не знает. «Как дочь собирается сдавать ЕГЭ? Так много сил и денег вложено в подготовку к поступлению в престижный вуз! Она говорит мне, что не хочет учиться, а хочет замуж!» Возмущалась мать. Я понимала негодование матери. Она все-таки кандидат медицинских наук. Трудилась 15 лет, чтобы возглавить кафедру. Мышление совсем другое. В сознание матери вшита установка, что без высшего образования будущего нет. Какой у нее был шок, когда вечером она пришла с работы, а дома ее встретила незнакомая женщина и передала Наташи на ключи. На контакт шла плохо, на вопросы не отвечала, хамила. А наутро попавшая в беду Наташина мать получила от дочери сообщение со следующим текстом. «Мам, я уехала в Москву на неопределенный срок. Экзамены сдам там. Результаты вышлю на почту. Не обижайся, я уже взрослая». Я оценивала поступок Наташи неоднозначно, даже сочувствовала ей. Она сделала шаг в новую жизнь, в отличие от меня, трусливой девчонки. Наверняка там, в Москве, ее ждал богатый и сильный мужчина, который мог бы полностью обеспечить ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова